Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы расскажем вам о популярном актере латиноамериканских сериалов Кристиане Мэри. Я думаю, нет нужды его представлять. Он человек в мыльном мире известный. И не только своими ролями в кино и в телесериалах, таких как Изабелла, Лус Мария, Шторм, Зорро, Донья Барбара, кто-то смотрит на тебя и еще много других. К тому же он еще и певец. Криса имеет свою марку мужской косметики, а также он герой многочисленных статей желтой и не очень желтой прессы. Но мы постараемся дать обзор всего того, что появилось о нем за последние 2-3 года. А также познакомить вас с новостями из его бурной личной жизни. Но с приступим. До определенного времени жизнь Криса развивала по нарастающей. Мало кому известный за пределами родины перуанец, ну, разве что тем, что его мать была мисс Вселенная, заключил контракт с Телемунда, одной из самых могущественных корпораций в области теленовелл, и начал свой путь к международному успеху. Роли его были сыграны на вполне приличном уровне. Он обзавелся многочисленными фанатами, которых, впрочем, не обращал и не обращает никакого внимания. Рейтинги его теленовелл были вполне, что продолжать тихо и мирно сниматься. Актер он крепкий, профессионал. Кое-какая харизма имеется, ну, не то, чтобы очень. Впрочем, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Так бы все и было. Нормальные деньги за съемки, физиономия на постерах и счастливая семейная жизнь. Крис был счастливо женат на актрисе Марисоль Агирре. Но не тот-то было. Чуть-то его дернуло согласиться на роль в Донни Барбаре. Ну, он, наверное, уже сам не знает, что именно, но, как пишут в бульварных романах, ничто не предвещало несчастья. В лице венесуэлки Хенесис Родригес. Эта девица уже поломала карьеру одному телемундовскому актеру. Маурисио Ислас наверняка без ругательств об этой красотулей вспоминать не может, так как съемки в сериале «Пленница» с Габи Спанник и Хенесис стоили ему нескольких лет жизни. Габи поведала миру, что Ислас ее гнусно домогался, а с Хенесис у него якобы завязался бурный роман. Ну, казалось бы, и на здоровье. Но деве было только 17. А по американским законам она была глубоко несовершеннолетняя. Папаша Хенесис, известнейший венесуэльский певец Пума Родригес, наехал на Исласа. И Маурисио поимел потом приключения на те самые органы, которыми так неудачно согрешил. Ну, а может и не согрешил. Уже трудно разобраться. Его выкинули из проекта, открыли уголовное дело, которое потом благополучно закрыли, так как было не очень понятно, кто кого соблазнил. Маурисио от тоски и печали сел на наркотики и кое-какое время просто выбыл из соревнования. Ну, а Крис наступил на те же самые грабли, что и Ислас. Мало того, что он бросил ради Хенесис, которая уже на тот момент стукнула 22 года, семью, где, между прочим, было трое детей. Он, к тому же, начал довольно-таки тяжелый и, в сущности, малопочтенный бракоразводный процесс с супругой Маурисоль Агиры. Этот процесс должен напомнить миллионам подсоветских женщин жалкую фигуру бывшего супруга, сражающегося за лишнюю десятку алиментов и постоянно взывающего гражданина-судье с риторическим вопросом, а чего она не платит столько же. Ну, с одной стороны, Крис выглядел не особо красиво, требуя, чтобы суд разделил алименты на детей поровну между ним и его экс-супругой. Ну, а с другой стороны, она тоже не особенно стремилась работать, надеясь усидеть на шее бывшего мужа до совершеннолетия детей. Ну, а что же Хеннессис? Какое-то время у нее с Крисом все было выставочно красиво. Они заводили собаку, они позировали для журналов, они собирались бросить новеллы и поддаться в Голливуд, они хвалили друг друга. Так Хеннессис сказала, что Крис гораздо лучше Джорджа Клуни. Ну, ей, конечно же, виднее. А нас Клуни просто под соли съела. Куда ему? Для Криса. Они познакомили друг с другом своих родителей и все уже шло к свадьбе. Как вдруг, да вот, чертова знает, что там у них случилось. Ряд источников сухо написал, что Хеннессис и Крис прервали свои отношения и теперь каждый пробивается в этой жизни самостоятельно. Ну, есть, конечно, предположение, что Пума мужик суровый и был недоволен проволочками законным браком. Ну, да ладно. Мне очень-то и хотелось. Ясно одно, что папа Хеннессис на какое-то время перекрыл Крису кислород везде, куда мог дотянуться. Уйдя с Телемунда, Крис сделал попытку трудоустроиться в Мексике, но попробовался сначала на телевизе, а потом на Ацтеке, но безуспешно. В результате он вернулся на Телемунда и сыграл главную роль в новелле «Кто-то смотрит на тебя». Ой, рейтинги были печальные. Ну, практически все время и не больше трех с половиной, а иногда и до трех и двух не доходили. И только когда новелла подошла к концу, когда стало ясно, кто же этот маньяк-убийца, рейтинги начали расти. Если здесь заслуга Криса, не ясно, но одно стало понятно и зрителям, и критике. Более нехимичную пару, чем Данна, Гарсия и Крис, трудно себе представить. А потом понеслась череда скандалов. Пресса вытащила его скандал с Эдит Гонсалес на съемках Дони Барбары. Он отказался с ней целоваться, а она ему заехала в челюсть и чуть не сбила парня с копыт долой. Потом актер Паула Кеведа обнародовал другую версию этих событий. Это не Крис отказался целоваться с Эдит, а Эдит не снесла запах изо рта перуанского Голлана. Но сказать, что Крис оскорбился, это ничего не сказать. Поэтому Паула быстренько отработал задний ход и сказал, что он всего лишь озвучил бредовые слухи, ходившие по съемочной площадке. Вот интересно, у них там слухи ходят. И не кажется же надо пересказывать. А потом был обнародован другой скандал на съемках. Кто-то смотрит на тебя. Крис поругался с режиссером, который сделал замечание ему и Каролине Техере. Ну, за излишне громкий смех на площадке. Ржали, видимо, как лошади и не слышали команду тишина. Крис обиделся и заметил, что у него и так настроение ниже среднего, так его еще и портят всякие. Потом подумал и гордо покинул площадку. Ну, а затем вышли на свет и божие его правонарушения. Так вот, Крис не только нарушитель правил дорожного движения, но еще и злостный неплательщик штрафов. Мало того, он еще и повсюду сумм штрафа в дискуссию вступает. Странно, не первый год в Штатах. Он должен бы знать, что с дорожным патрулем спорить дело бесперспективное. Но натуру никуда не денешь. Очень хочется уменьшить сумму. Потом всплыла история скандалов на съемках перуанской новеллы «Изабелла, влюбленная женщина». Там первую скрипку сыграла Анна Колчера. Но и Крис не отставал. Оба были хороши. Короче говоря, о стиле Монда Крис опять ушел. И, видимо, его никто не задерживал. Он поехал в Колумбию и снялся там в главной роли в новелле «Первая дама». Ну, причем без особого успеха. Потом он участвовал в сериале «Линч» и в нескольких фильмах. Сейчас Крис приземлился на унивесье. Здесь он уже снялся в веб-новелле о жизни автогонщиков и даже попал в небольшую аварию во время съемок. Ну, слава богу, ничего опасного. Жить будет. А в данный момент он снимается в новелле «Касинта Линда». Но судьба новеллы пока не ясна. Впрочем, вполне возможно, что повторится вариант Росарио, которую снять сняли, а показывать в США не стали. А Крис даже пишет в Твиттере, что зрители типа просят показать этот шедевр на унивесье. Дорогая редакция, к вам обращается и так далее. Ну, может и прислушается. А что же и с личной жизнью? Ну, с ней у Криса все неоднозначно. Последние скандальные сплетни сообщали, что он и пуэрториканка Адамари Лопес, которая тогда как раз развелась с певцом Луисом Фонси, встретившись на вечеринке в доме Данна Гарсия, просто не смогли противостоять взаимному притяжению. Счастливая Адамари заявила во всеуслышание, что они с Крисом пара, хотя и без соблюдения формальностей. Ну, Крис же уперся и заявил, что знать ничего не знает, никакой невесты у него сроду нет и не было, так что он понятия не имеет, о чем эта девушка изволит говорить. Но принимая во внимание, что он и отношения с Леннесси отрицал до посинения, то теперь что-то не верится в эти клятвы и биение себя в пяткой в грудь. Нет, ну, может быть, она все придумала. Бывает, галлюцинации, навязчивые идеи. Хотя, с другой стороны, ее бывший ухажер являлся членом колумбийской наркомафии. Но, может быть, в этом все дело. Стрейфил Крис связывался с мафиози и ушел в глухую несознанку. Тем не менее, у Адамари теперь есть своя бурная интимная жизнь. А Крису приписывают другие очень интересные романы. Сначала с Кариной Круз, партнершей по новелле «Первая дама», а потом с Карлой Хиральда, которая только что с полными импотентами не связывалась. Ну, и с Марджори де Сауса, которая меняет мужиков как перчатки. Сейчас у Криса в этом плане затишье. Хотя он не отказывает себе в мелких удовольствиях типа страстного поцелуя с Зулейкой Ревера. Он в интервью говорит, что он свободен, одинок и очень счастлив. Но поверим ему, скорее всего, так оно и есть. А то ведь найдет в себе очередные приключения на свою пятую точку, и покой будет ему только сниться. На сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!